ну вот еще еще немножко здесь ножи достаточно простые они дорогие относительно недорогие конечно тоже сейчас все сложно но те даже давно уже у меня вот вот здесь тубает hunter а или двулезвийные охотники точнее вот этот нож фирмы queen cutler это однолезвийный охотник такой классический однолезвийный охотник они все такие заполированные на них на всех видны пальцы очень быстро но сделан так добротно качественно нож делал из инструментальной стали хорошо режет вот действительно такой прекрасный нож вообще фирмы queen cutler очень люблю за замечательные ножи вообще вот двулезвийные охотники но например кейс вот он классический двулезвийный охотник нож интересный помимо то что он был популярен в начале двадцатого века вот так называемый птичий клинок вот это там основной клинок этот нож был в американской в насовской программе в насовской программе ножи для космоса и он это космос под немножко в другом исполнении рукоятки но именно такой ну и вот обратите внимание на знаменитый дизайн сегостина а брокин скул и как говорится найдите даже вот так возьмем найдите 10 отличий да понятно что это современный нож который открывается одной рукой там с полноценным замком жестким но тем не менее ход мысли есть он совершенно даже откроем клиночек вот этот вот этот и вот этот ну согласитесь очень близко вот понятно откуда черпались идеи вот ну и слава богам слава богам что это так вот кстати достаточно современный тубит hunter от компании пол стилл очень очень неплохой нож мы сделаем правда хуже всех из этих ножей в плане всяких заусенцев на нем стоит сталь карбон в он сделан так очень классический с такими вот под ногтевыми выемками с этими зубчиками очень таком немецкого стиле сделан немцы тоже любили делать эти ножи но заусенцы все такое еще здесь интересный нож очень это тоже нож фирмы клинка то ли она делались они многими ножами многими фирмами и кейсы клонил там очень многими фирмами и это был европейский нож популярный американский нож популярный в европе даже наверное было больше это нож у которого вот такая гарда вот этот конкретно нож сборная солянка из старых запчастей и клинок здесь новый части руководки старые вот но собственно он такой как есть как они были в больших количествах называли их по разуму совершенно вплоть до того что назывались пойнаев но шпиона но это не основное его название сразу хочу сказать и не основное вот здесь очень любимым на мою ножи у меня их здесь три штуки еще где-то два есть это так называемые сот бастера это ножи действительно недорогие они очень простые это одноклинковые однолезвенные ножи современный бекер очень простенький но при этом очень хороший это кейс вот это ножи ножи сот бастер повторюсь они были сделаны очень просто заклепочки никаких замков ну вот наподобие викторинекс вот это кромысла который не жестко фиксирует это вполне достаточно это был достаточно крупный карманный нож его и охотники любили использовать шкуривали его и на всяких пикниках также он считался ножом ремесленника то есть всевозможные ремесленники кому нужны нож там коробочки и ленточки какие-то веревочки резать вот они еще любили но шутбастера потому что он достаточно удобный при этом складной у него хороший клин со спусками от обуха всегда вот и и ножи были действительно недорогие вот их любили делать англичане немцы австрийцы и даже они попадались подобие их у французов итальянцев американцы конечно вот таких ножей было много вот и они действительно очень удобные простые и это здорово